Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Сейчас скажете, тётя Руся потерялась. Смотрите, собственный дом иметь это очень хорошо. Ну, работа! Вот 12 дней нас не было, да? Иди, Света, покажи, что у нас творится. Вчера дома делали генералку с невесткой, а сегодня уже вышла на улицу. Смотрите, какой у меня укропчик. Какая красота! Да, смотрите, запах какой! Идём, я ещё картошку покажу. Несмотря, что это у меня сад цветочный, и посмотрите, какой у меня картошка. Кто со мной давно, они знают, что я здесь всегда сажаю картошку. На этот угол для внуков, чтобы они знали, что такое растение, как они растут. Корова держать сейчас некуда. Раньше коров держал, доил сыр, вердела перед детей. А сейчас по одной штук хотя бы. Вот посмотрите, какая красота! Ни одной из жучок нету, ни одной из жуков нету. А посмотрите, моих невест их, они сейчас будут расти. Смотрите, роста меня, какие они красивые! Как его называют, опять не знаю. Я эти имена еле-еле людей вспоминаю. А ещё цвета мне вообще очень сложно. Но мои подписчики знают, как их зовут, они будут очень красиво цвели. Цветут они белые, красивые. Из одного штуки я сделали их много, размножала или унажала. А это мой инжир, который я не даю расти сильно. Смотрите, как цветочка я их держу. Не даю сильно расти, постригаю, чтобы как цветочка, чтобы дети знали, что инжир есть во дворе. Это моё бомзай. Буду стригаться, опять привести форму. Смотри, как они растут. Вот что такое, даже цветы у меня растут шикарно, потому что аура хорошая в этом дворе. Это мой Барбарис. Опять надо постригать. Постригала, пошла в Москва. Пришла она опять. Хочу вам сказать, я на днях жду гостей. Гости для меня очень дорогие, для меня очень уважительные. Поэтому приехала из Москвы и готовлю принять гостей. Пойдём покажем, как у нас всё красиво. Подготовка. Смотрите, как мангал чистила, чтобы будем шашлыки делать. Уже всё лето, надо здесь кофе попить. Посмотрите, какая красота. Ждём хороших, добрых людей. Вышло солнышко было. А сейчас за пять минут смотрите, что творится. И погода что-то нервит, и что-то творится. Бурчит, бурчит. Да что это такое? Лето должно быть. Солнце светит, чтобы мы урожай собрали, чтобы было всё хорошо. Сейчас ещё выйду на улице, покажу мои розочки, дорогие мои. Как я их люблю. Лаванда. А ещё смотрите, сколько хитеров по-русски. Бабочки. Бабочки. Смотрите, как они у меня. Красота. Значит, я сделала вывод. Думаю, постригу. Как я вижу, много постригает осенью. Я тоже взяла, постригала во дворе. А на улицу не постригала. Просто вот собрала кучу. И думаю, попробую. А вы посмотрите, как пчёлки работают. Даже ещё я не брызгала ни одной лекарства для жучка. Вот смотрите. Вот Света, фоткай мне вот так. Фоткай мне, а она подлетела, смотри. Боже мой, какая красота. Боже мой. Да что это такое счастье. Вы посмотрите. Может быть, она сядет у меня на руках. А ну-ка давай, моя девочка. Какая она красивая. Как ты. Вы посмотрите, как она красивая. А это опиляет, опиляет. Смотрите, каждый цветочек, как пчёлка. Боже мой, да что это такая красота. Вы посмотрите, столько бабочки. Вы посмотрите, Света, смотри. Какая красота. А говорят, там где бабочки, там хорошая экология. Да, и бабочки, и пчёлки. Вы посмотрите, какие они у меня красивые. Вы посмотрите. Все работают. Да, сами работящие народы. Смотрите. Мы в Москве били, она у меня расцвела уже. Хочу просто показать, какие у меня... Вот посмотрите, это натуральный цвет. Персик, да, Свет? Какой красивый. Вот смотрите. Это просто божественно. А это, дорогие мои, это мелкие розы. Вот такие, смотри, какие они красивые. Это мой сыночек купила такое, чтобы мама пришла и радовалась. Я была в Армении ещё. Вот скажите мне, пожалуйста, как не любоваться? Такие тоже натуральные, которые Бог так создал. Цветы разные, запахи разные. Все они красивые. Ещё и тутовник у нас. Посмотрите, какое дерево. Надо уже собрать, делает душа. Смотрите, какой тутовник. Внизу покажу. Пару, чтобы надо сорвать, кушать цвет. А не сладкий уже. Знаете, что делаю? Поселила целлофан. И думаю, что Бог даст. Утром встаю, собираю. И делаю душа для чучхайла. И вот это самый натуральный душа из тутовни. Виноградный тоже делаю. Хочу ещё показать наше дерево. Как называется, Света? Липа. Ой, боже мой. Смотрите моё липу. Дерево. Это запах даёт везде. Это нечто необычное. Американские липы. Я купила 17 тысяч. Одна полоса была такой тонкой. Я когда его посадила, я всю ночь не спала и ветер был. Сохранила всю ночь, чтобы ветер не надуло. Такой тоненько было. И что думаешь, чтобы не воровать. Ну, не все понимают, что за дерево. Но я-то внутри знаю, что это дорогое дерево. Чтобы всю ночь оследила камера, чтобы не украли. Ветер был, страшно. Туда-сюда. А вы посмотрите, какой сейчас стало ствол. Вот, смотрите, какая красота. У меня их три штука. Пойдём покажем. Смотрите, как она красивая. Вот, смотрите, какая красота. Это первый год так цветёт цвет. Это уже 5 или 6 год. И вот, смотрите, какой толстенький стал. Я в этом году ничего не брызнула. Сегодня соберу село и буду пщикать. А ещё я посадила райскую яблоко. Смотрите, как красиво. Сейчас вам вот так покажу. Смотрите, какая красота. Я посадила это на улицу, чтобы всем моим соседам было приятно. И чтобы улица была шикарная. Смотрите, какая яблоко райская. Вот, смотрите, я сейчас листья уберу. Вот такое. Ну, а это я купила то ли 5, то ли 3, уже не помню. Но тоже тоненькая-тоненькая была. Это Карабахский делает варенье. Ну, я вот видела, как они продают вот такой нежненький, необычного вот яблока сделать варенье. И сегодня я хочу вам пожелать всем хороший день, хорошее настроение и погоду, чтобы было хорошо. Вчера так работали, даже не могли выйти, чтобы с вами даже поздоровиться. Я не оправдаю. Это не обязательно. Я живу для себя. Но иногда люблю, что вам показать, что у меня во дворе и чем я занята. Так что я вас очень люблю. Я всегда с вами. Хочу вам показать, какой уголок я делала в мой дом. Правда, у меня камень красиво. Да, очень красиво. Ну, смотри, дерево ещё даёт красота. Зелень – это жизнь моя. Смотрите, вот свет, вот так липо. Покажи, какая она красивая. Даже мне жалко уезжать отсюда. Честно, из-за этого дерева не хочется уезжать отсюда. Но придётся. Ну, скажу вам, дорогие мои, здесь такого сладости нету, как в Армении. Эти цветы пока не обработаешь, они, знаешь, закроют весь твой сад. Их надо всегда в порядок принести. Просто она растёт, а у меня же небольшой сад. Поэтому их надо всегда держать в норме. Маленький пусть будет. Вот такой стала. Никакая. Хватит. А то закрывает всю мою красоту. Вот так. Ха-ха! Постригала. И какой букет у меня получился. Вы смотрите, какая у меня красивая росла. И вот такой цветочки, наверное, будет, бутоны. Вы видите, что это? Красота такая. Это другая, да? Это зелёная. А это вот такая красная. Красная. Это вот как хочешь кидай, она растёт. Вот такая красота у меня росла. В прошлом году, помнишь, такое палочка вышла оттуда? М-м-м. Ха-ха!